Друзья, привет всем! С вами Иракес, и знаете, каждый раз, когда какой-то новый и не такой уж известный для меня человек делает супер рекорд в мобайле, внимание, на 38 фрагов, то у меня всегда только одна мысль. Ты чё, сюка, читер? Но это не наш случай. У нас сегодня парняга с ником Кассету, не знаю, чё это за никнейм такой, но мы рассмотрим его каточку на 38 убийств и попытаемся дойти до истины. Это рекорд нового сезона или какая-то постанова, софтерская движня и ещё что-то непонятное. Но 100%, друзья, будет интересно, поэтому располагайтесь поудобнее, приготавливайте вкусняшки. Я просто напоминаю вам, что видео можно поставить лайк. Ну и, дружище, если ты не подписан на канал, то подпишись. Здесь видео выходят регулярно, каждый день. Тебе всегда будет что посмотреть, поэтому добро пожаловать. Ну а мы погнали. Ну а в создании этого ролика мне помогли мои друзья из компании OneX. На их сайте большая линия на спорт и киберспорт, и при этом очень сочные коэффициенты. Если вы смотрите турниры по CSGO или футбольные матчи, то можете подогреть интерес к просмотру вместе с OneX. Ну а промокод Rokest даст вам до 6500 рублей бонусом при первом депозите, так что ссылочка на сайт и промокод в описании. Всем удачи и спасибо. Ну что же, друзья, перед вами Индус с ником Кассето. И, как я уже сказал, в мобайле он не первый день. Этот человек играет около трех лет. У него на канале большое количество видосов. Больше чем 2 миллиона подписчиков, если что. И как раз таки, ну, человек опытный. А значит, что, по идее, за три года играть должен был научиться. И вот как раз таки видос, превьюшка заявляет, что здесь нас ждет 38, друзья мои, убийств. Я надеюсь, что это только у него в одно лицо, а не на сквад или на еще какую-то темку. Ну вот, как раз таки, специально не смотрел видос, чтобы мы с вами разобрались. И здесь как раз таки, что мы видим первое. Это очень низкие ранги. Но это стандарт. Вообще, все мобайлеры, рекордсмены и жесткие типы катают именно на таких. Обратите внимание, что его тиммейты по стратам он топа, которые мы видели недавние, ну, в недавнем видосе, как раз таки просто ничего не делают и являются некими оруженосцами. Они находят соперников и дают о них инфу. Вот здесь вот нокнули, человечка не добивают. Может быть, даже дадут его резнуть. Да, обратите внимание, специально дают рез челам своего тиммейта для того, чтобы потом наш кассету забрал их обоих. Вон там за колесиком они поднимаются. И да, чел поднялся. Ну вот, как раз таки, немножечко здесь хитрят пацанчики ради видоса на YouTube. То есть здесь прям стараются влить максимальное количество импакта и фрагов в одного человека, чтобы они не разделялись друг на друга. Ради чего? Ради циферок, конечно же. Нет пока что хила, поэтому нужно как-то что-то организовать, придумать. Пацанчики становятся живым щитом. Нет, вот здесь вот тиммейт подносит бинтики, говорит, накушай, конечно же. Я пошел искать врагов, не давать им файтиться друг с другом, чтобы они там стреляли по мне, чтобы они делали какие-то движения. Чел вот тут вот на карты присел, думал, что он в родном падике. На самом деле нет, дружище, ты обознался. Тут еще какой-то полуботинок выходит. Непонятно, то ли это чел, то ли это бот, но тем не менее он успел даже нокнуть одного из тиммейтов. Ну что ж, кассету, говорит, хорошо. Ты вот свои... Ты свои бабки получил, говорит, после видоса. Заплачу тебе твои два доширака, а пока что второй тиммейт не отработал. Ты, говорит, пока еще не заслуживаешь, будешь голодный. Он говорит, ну ты... Ну ты обещал мне шаурму. Он говорит, нет, никакой шаурмы сегодня, пока ты жизнь за меня не положишь. Ну и пацанчик сейчас будет, видимо, этим заниматься. Рассматривает свою ЕМП очень пристально. Видели, прям такой глядит, думает, что может ее заложить куда-нибудь в ломбард? Вот она, наверное, таракая. Ну и здесь как раз-таки кассету накидывает с мушки по еще одному челу. Слышим, там какая-то стрельба, то есть нужно подойти поближе. Там кто-то с микроузика накидывал. Фраги сами себя не сделают. Скорее, наоборот, только убегут. А, вот по кому он настреливал тупо пожилой злой паукан, который залез куда-то в задницу. И мы видим, что он пытался залезть как раз-таки в пуку вот этому пацану в контейнере. Но он бронированные трусы надел. Говорит, не, не получится, не надо. И здесь паукан, по-моему, разъяренный. Ля, какой страшный паучий сын. Но кассету и его убивает. Жалко, что за него фрага не дают. Но ничего страшного. В принципе, и так нормально. Лут насыпали. И на том спасибо. Мне еще показалось, что кто-то стреляет. Но похоже, что мне показалось. Потому что больше никого нет. 59 человек на сервере. А что так медленно? Люди умирают. Уже 11 типов он убил на Новорепке. Здесь нужно на Сосновку, я думаю, уже ехать. Хотя нет. Вот еще стрельба на миникарте виднеется. То есть челы вышли на охоту за кассетой. Ну и здесь пока никого не находят больше. Только правый чел. Мне кажется, у него должны были быть тиммейты. Опять же, тиммейт кассеты выбегает и просто байтит на себя. Чел вообще не знает, куда ему выходить, что делать. И откисает. 12 фрагом он становится. И вот дается инфа, где 13. Да, вот прям накидывает по нему за стенку. Чуваки прям выбегают. Опять же, живым щитом выходят. Чел так хочет шаурму. Говорит, убей меня. Мне не заплатят. А чувак, он не может. Он вчера в игру эту зашел. Ему тяжело вообще, в принципе, пальцами по экрану-то елозить. Он новый ранг у него. И глянь, все вещи отдает. Кассете говорит, на, держи. Все, заслужил. В честном бою, как в Ридике, победивший забирает все. Что убьешь, что твое. Ну и действительно, убил, забрал луч, чтобы не сильно были коцаны и шлем-жилет. Похоже, кстати, что-то на такую постановочную, если честно, катку. Типа, чуваки прибегают. Ну, здесь хотя бы, хотя бы боты не подыгрывают кассете. Они вот как раз-таки убежали. И 17-й фраг он для себя забирает. Я пропустил, если честно, была длинная склеечка такая, объемная. То есть 36 человек всего лишь на сервере осталось. И, по идее, ему-то еще 21 нужно убить из этих 36. А не многовато ли? Ну, хороший вопрос. Кстати, может он это, сервак подменил еще что-то? Да не, вроде, вроде все плюс-минус то же самое. Здесь, тем временем, кассета подъезжает под ботов. Опять же, убирает чела в поле. Кайфует. И замечает еще одного тупо призрачного гонщика. Пацан форсажа пересмотрел. Думал, сейчас, значит, как Доминик Торпеда заеду там, вот это вот за мост зацеплюсь. Взлечу на тачке в стратосферу. Но, к сожалению, это не то кино, дружище. Здесь, это скорее какая-то эротическая пародия, где тебя просто в три ствола приняли и нормально. И пацан, ну, не понравилось ему, наверное. А может понравилось, кто знает. Мы, к сожалению, не успели у него спросить. Он уже в лобби. Ну, будем надеяться, что все с ним хорошо и его карьера после этого пойдет в город. Здесь мы видим, что подъезжает на общаге. Тут же вообще так максимально дерзко забегает наверх. Даже без своих живых щитов телохранителей. Телохранители пока тем временем чекают всякие комнатки. Он говорит, давай, пошел вперед. Иди умирай, а то там челы могут быть. Он говорит, да нет, нет, нет никого. Все хорошо, я пойду. Можно с крыши спрыгнуть? Он говорит, нет, нельзя. Вот он, он чел. Что-то я его не нашел. Он все как-нибудь, все, минус один дошарак тебе за зарплату. Он говорит, ну нет, босс, пожалуйста. Я же просто, я же просто выполнял свою работу. Вот вам фраг, вот там, вот найдите. А тут еще справа кто-то стреляет. Чел перебегает. Отвлекся наш кассету на правого чувачка. Из-за этого не смог взорвать гранатой левого. Ну и здесь можно перепрыгивать на крыше домов. Но челы решают просто посыпаться, как будто бы они десантники. Но на самом деле они просто пьяные пацаны в тельняшках. И выпрыгивают наружу, говорят, фонтаны. И начинают в них купаться. Но это фонтаны собственной крови. Тем временем второй чел тоже дал свою жизнь. Отработал, красавчик, молодец. Теперь оба при зарплате. Все-таки шаурму получишь. Но маленькую и без сыра. Да-да. И он такой, черт, босс. Опять ты со своими вот этими вот нюансами надо было мелкий текст в контракте читать. Он говорит, да, все. Ладно, еще может быть, если раз умрет, то получишь более хороший вариант шаурмы. Может быть, тебе туда мазинеза двойную порцию добавим. И опять же, еще один десантник выходит из окна. Просто решил акт самовыпила сделать. Ну и здесь, я так понимаю, есть еще тиммейты. Потому что он же не сразу умер. Ну и кассету, кстати, неправильно действует. Он зачем-то сам ездит за рулем. Когда может пересесть. И его будет катать тиммейт. А он тем временем будет стрелять из тачки. Вот здесь обратите внимание, сколько времени он потратил на то, чтобы подъехать, выйти, поменяться. То есть, ну не шарит щел в этой жизни. Не научился еще постановочные мировые рекорды бахать, так сказать. То есть, еще не на опыте. Но мы ему подскажем. Правда, ему нужно перевести как-то это все. Но я думаю, справится, если хочет сделать на 40 плюс фрагов. Мне кажется, вот чекайте, ребят. В ближайшее время сейчас начнется вот такая вот мета. Где все пацанчики просто в мобайле накидывают себе. Берут троих друзей. И вот такие три друга просто рядом с тобой бегают. Находят тебе фраги. Лучший вариант, чтобы даже они не рядом бегали. А просто каждый брал тачку. Уезжал и... Находил тебе целые сквады. И как-то их развлекал. Там, знаете, танцевал перед ними. Еще что-то делал. Смай портки, танцуй. Я развлекаться желаю, как говорится. Ну и вот чувак просто рекордсмен, так сказать. Заезжал бы внутрь. И просто накидывал. А вот у меня вопрос. Паукан он не может, да, в ангар зайти? Это освещенный ангар, который невосприимчивый к атаке пауков. Хороший. Мне бы такой домой нужно. А то я тоже у меня, знаете, по соседству здоровый такой гигантский паук живет. А у меня нету М416 или калаша, чтобы с ним разобраться. Он все время подходит и говорит тоже дай похавать. А я говорю, я сам хочу хавать, чел. Я не дам тебе. Ну и вот так вот. Страшный, страшный паукан. Ну и здесь опять же. А хоть кто-то из этих челов хоть одно убийство сделал? По-моему, кстати, нет. По-моему, они вообще максимально такие куколды, которые бегают и смотрят. Вот здесь добивает одного, второго и тридцаточка уже, кстати, оформлена. Реально, походу, будет 38. Не обманул, не закликбейтил. Здесь мы видим страшные скелеты доисторических мантиозавров. Ну и тем временем наш кассету. Ну, тридцатый там лежит, но не дотикивает. И здесь еще и флэвердроп. Поп, сейчас фулл-то тришечку оденется. Плюс еще АВМ возьмет. АМ4... Ты не взял М249, но взял АВМ. Не, ну все. После этой секунды я официально объявляю данного человека раком. То есть это... Это чел, который не умеет играть в PUBG Mobile. Совершенно. Вот это вот фраги, цифры. Не смотрите вообще. Все. Этот чувак не знает и не понимает ни хрена в этой игре. Не взять М249 и взять бесполезный авик. Это, ну, это вообще прям... Ладно. Может кому-то из оруженосов дал. Может быть у них такой уговор. Может у них там, знаете, есть такой чел, который, как и я, любит. Супер прям. Он обожает М249 и из-за этого, говорит, я, значит, хочу его себе. Ну и может так и будет. Первый выстрел с АВМа. Невероятно шикарный. Естественно, в воздух, понятное дело. Куда же еще можно стрелять с АВика? Вот сейчас вот будет выходить на челов. Опять же, почему-то не стреляя из тачки. Ну и здесь первый тип в поле. Да, ему даже вот тиммейт указывает. Он сам не видит, вот, знаете, как коту. У меня кот, вот, если ему под нос не подставишь, миску с едой. Он, ой-ой-ой, афкшника убил с АВМа. Ты че? Осторожней. Пожалуйста, охладите свой пыл, месье. Вот. Ну и, короче, вы поняли, да, идею с миской. Здесь примерно такая же. Ну и забирает, я так понимаю, еще одного. Там, глянь, тиммейты развлекаются гранатой. Хотят хотя бы добить. Ой-ой-ой, это что такое? Годзилла кристаллом. Там что-то там кого-то то ли добил, то ли взорвал. Я что-то вообще не понял, что это за урон прошел. Ну и чувак уже, да, я уж опять же повторюсь, хочет все-таки большую шаурму с двойным мазинезом. Потому что вот он уже сам решил выпилиться. Говорит, я за тебя жизнь отдам, братишка. Ну вот. Не знаю, получится ли у него это. Ну ладно, да, все, отработал, отработал видос. Просмотров набрал у этого чела на канале. Значит, все хорошо. Опа, хорошо, глянь. Савика опять же пытается нам показать, типа, красоту, типа, веселье. Естественно, оба выстрела в воздух, оба мимо. Ну, я повторюсь. С АВМа есть два варианта, как вы стреляете. Первый вариант в воздух. Второй вариант по АФКшникам. То есть по челам, которые просто встали, стоят и с ними что хочешь делай, а они не двинутся. Вот. Вот это два варианта, с которых убивает АВИК. Ну, точнее, вообще, которые убивают с АВИК. А вот здесь вот, опа, чел двигается. Все. Воздух. Спасибо. Опа. Не, ни хрена попал, когда вот это... Ну, ладно, ладно. Хорошо. Первый. Из скольки? Из, получается... 18... 19, значит, из 6. Да, вот получается так. Из 6 выстрелов с АВМа. Пацанчик просто один сделал хороший. Вот, реально. Ну, ладно, уже хоть что-то. Уже не ноль, как бы, знаете ли. Но все равно за М249 я ему не прощу. Вот вообще никак. Тем временем, 34 убийства, дорогие мои друзья, имеется у этого парня. Еще четверо игроков на карте. Зона довольно-таки большая, их тяжело будет найти. Пацанчики развлекаются, кидают в воздух. Какашки Годзиллы, чтобы они взрывались, чтобы они приманивали злых пауканов. Да не кидай, не надо. Ну, и здесь тем временем нужно как-то найти пацанов. Делает фейерверки, но что-то он не очень хорошо таймит. Что ты не можешь, чтобы в воздухе взорвалось, чувак? Или ты не шаришь в этой жизни? Ну, вот, что-то там сейчас, может быть, сейчас получится. Поезжай. Держит, держит, держит. Покажи! О, в воздухе. Молодец. Ну, и теперь подъезжают... А что это ты сюда подъехал так как-то умно? Ну, все, радар. Ну, может, не у него, может, у тиммейта. Знаете, это тоже, кстати, хорошая такая мысль. Сейчас, походу, я ее озвучил и все начнут делать, да? Ну, ладно, уже озвучил. Для тех, кто не понял, типа, у тебя тиммейт с радаром, короче. Он тебе подсказывает, где игроки. Ты приезжаешь, всех находишь, всех убиваешь. А потом такой, если выяснится, то ты говоришь, не, я это, я не читер. Это мой друг, оказывается, такой вот негодяй, козел. Васян-228. Но мы с ним, говорит, больше не друзья. Это я его проклял. Все, до свидания. А теперь у меня новый друг, знакомьтесь. Это Васян-229. Но это другой человек, это не тот. С тем мы больше не друзья. А этот вот нормальный. Этот красавчик. Васян-229. Ты же не читер, говорит? Он такой тем же голосом. Не, не, не читер. Говорит, а что у тебя голос такой же? Да я это просто, брат его, вот, Васяна-228. Но я нормальный брат. Это, знаете, так всегда, как в фильмах. Один есть хороший брат, а второй плохой. Вот то был плохой, а я хороший. Ну, до момента пока не выяснится, что тоже с радаром катает. Тем временем, чуваки сами подрывают себя какашкой Годзиллы. Ну, естественно, как бы, а что ты хотел? Ты что думаешь? А в М249 не брать? Конечно, ты сам себя подорвешь. Кто-то даже, никто не сомневается. Тем временем, пацанчики развлекают последних игроков. Там вот все они остались. Там вот все они на втором этаже тусуют. Что-то тут целый автопарк. Глянь, реально, два спорткара, два гелика. Ничего себе, пацаны, хорошо живете. Нормально. Ну и, по-моему, самое время доставать АВМ. Нет, нет, опять же, пацан, работающий за шаурму, выходит первым. Готов отлететь. И наш кассету решает, что он прям молодец. Ну и да, действительно, отлетает его нокаут. Второй там сейчас подойдет. Этот ему говорит, ну давай, лень, граната Годзиллы. Как же больно она накидывает. Слушай, чувак, ну ты только не умирай к херам. Не разбивай мое любящее сердце. Нет, тем временем все нормально, все хорошо. Первого нокаут. Прям нервничает. Видно, нервничает, что вот вообще боится. Не знает, что делать. Но нет, нормально, все хорошо. Маша раскидал 36-м пацанчика. Те оруженосцы вообще ни в коем случае не делают фраги. Ни в коем случае не стреляют. Все работаем на одного. Он скажет, вы че, сюки. Не получится мне тогда рекорды сделать. Взрывают сразу две тачки. Да вы шо делаете? Вообще Гелендваген тоже подорвали. Негодяи. Ну и остается там, сколько остается? Два чела наверху. Ну запушьте их просто мясом в размен выйдет. Че ты вот это вот напрягаешься, нервничаешь. Вот, да, опа, еще все, плюс один. И оказывается еще какой-то сольник. Даже их там не двое. Ну и можно просто, да, сесть в тачку, поехать. Опять же наш пацанчик почему-то едет за рулем. Дружочек, ну ты уже догадайся сесть на пассажирское сидение. Ну не пались ты так. Ну да ладно. Ну и поехал он вперед. И сейчас, мне кажется, выйдет прямо идеально на чела. Вот прям, вот прям, знаете, можно метку поставить, где чувак находится. И такой приехал. И потом, уууу, а как так совпало? Не, не, идет склеечка. Не могут найти последнего пацанчика, который лежит в траве, видимо, или ползает, или еще что-то. Ну настоящий киберспортсмен. Че, да топ-2 дожил же, да, ну все. Ну и замечательно. Смачок там какой-то внизу раскрылся, ты видел? Пацан, кассету? Там смог справа внизу. Или может это друзья твои кинули? Да, вон, вот смотри, видишь дым? Дым это, ну, активность чья-то. Может быть это враг, если это не твои друзья. Ну я не знаю, я к сожалению не могу у них спросить. Типа, пацаны, это вы? Они мне даже, если бы ответили, то на хинди, а я не очень шарю в этом языке, поэтому как-то не понял бы. Но, тем не менее, я думаю, что 38-го они все-таки найдут. Будет, кстати, забавно, если это будет, знаете, кликбейт и 37. И ты такой, типа, а почему ты написал 37? Точнее, я написал 38, а не 37. Он такой, да я один добавил. Для солидности, знаете, для красоты. Ну и тут это вообще оказывается какой-то постановочный чел, фанат. Мамина лимонад. Ну и да ладно, 37 фрагов. Я не понял. Че, что происходит? Он нам второй раз это показывает или что? Типа, для тупых? Что ж, ну вот это все. Я же уже вроде увидел концовку. Это для тиктокеров? Чувак. Ну я как бы смотрел три стрима тикток, но не настолько же я не прям отстал. Ну это, или он решил растянуть хронометраж видео. Так не надо, но ты мог еще что-нибудь засунуть. Я не понимаю, что происходит? Я ничего не мотал, чуваки, серьезно. Это, это, это дежавю? Или я провалился в другую вселенную, в другую реальность, в другой мир? Или это, знаете, еще, короче, в телепузиках была такая тема. Кто смотрел телепузики вообще? Сейчас олдскулы сведет. Там они смотрели какой-то видос, а потом такие, классно, вуу, круто. Давайте посмотрим еще раз. И тоже такие, типа, тот же видос второй, второй раз показывает. Ой, че придумал? Ща, пацаны, все, короче. Ща вот тут это. О, да, да, это реально так. Он нам решил показать концовку еще раз для тупых. Все, пацаны, прямо сейчас, вот сейчас видос закончится. И я вам, знаете, че сделаю? Этот же видос второй раз прокручил. На монтажике, короче, бахнул. Будет там, не знаю, минут на 50, прям как у Левкина, круто. Все, давайте. Все, спасибо за просмотр. Надеюсь, что, ой, простите, пожалуйста. Надеюсь, что видос вам понравился. Счастья, здоровья, удачи, добра. И поехали заново. Ну, нет, на самом деле, конечно же, это шутка. А следующее видео уже совсем скоро.